Импортозамещение в чистом виде. Так в региональном Минсельхозе называют совместный проект одного из оборонных предприятий области и аграриев из Богородского района. Вот он, на стенде. Селяне специализируются на выращивании семенного картофеля элитных сортов, линейки около 20 наименований. Пару лет назад столкнулись с тем, что импортное складское оборудование, например, конвейерные линии, подорожали. Плюс возникли проблемы с покупкой запчастей. На помощь пришли тульские конструкторы, изучили импортные образцы и предложили свой вариант конвейерной линии для производителей овощей. Буквально с мая месяца начался серийный выпуск оборудования этого. То есть это оборудование уже работает в Богородицком альянсе. Цена приблизительно этого оборудования у нас получается уже серийно в два раза дешевле. То есть, что удобно. Опять она находится в России. Вот мы сейчас на этой выставке беседуем по поводу того, насколько сегодня легко купить запасные части. Далеко не легко. Почему? Потому что на складах, в связи с тем, что доллар вырос, не каждый хочет хранить эти запчасти. Привезти их из Америки, из Германии очень сложно. А сегодня сельхозпроизводители, они нужны вот сейчас. На сегодняшний день выпущено уже 15 единиц такой техники. Разработчики готовы к новым заказам. Выставка в рамках праздника День поля. Еще один шанс заявить о себе. О планах рассказывают главы региона. Со следующего года будем начинать уже производство поливальных систем. То есть вот так вот серьезно запустили этот производитель. Порядка 100 образцов новейшей сельхозтехники. Все на одной площадке. Комбайны, культиваторы, тракторы, комплектующие для них. На традиционный праздник в Тульскую область приехали дилеры из разных уголков России. Курск, Орел, Воронеж. Эти культиваторы приехали с Самарского завода. Тульская область для предприятий уже 15 лет. Надежный партнер. Рядом стенд официального дилера другого завода по производству сельхозтехники. Мы представляем линейку техники, которая включает в себя трактор с шарнирно-сочиненной рамой 2375, кормо-уборочный комбайн нового поколения 1401, комбайн 595-й Акрос и Туром 780-й. Вся эта техника себя зарекомендовала очень хорошо уже на полях Тульской области. И клиенты сельхозтоваропроизводителя с большим удовольствием ее приобретают. Как у вас техника реализуется? Техника реализуется хорошо. Вот в этом году, в принципе, продажи практически в два раза. Трактор общего назначения. Модель, хорошо знакомая тульским аграриям. При необходимости к ним цепляют сиелку, плуг или брону. До недавнего времени комплектующие к таким тракторам привозили из Канады и собирали в России. Совсем скоро их начнут делать в Ростове-на-Дону. Это значит, техника будет полностью отечественная. Тракторы уже заработали репутацию надежных, неприхотливых и экономичных. Мы скоро будем впереди планеты всей. Если тогда же дело пойдет, отличная машина, слушается, комфортная, кондиционер, все условия созданы для того, чтобы работать. И работать качественно и эффективно. Я нахожусь под впечатлением. Действительно современная и надежная машина. Все тульское. Овощи и фрукты, молоко и сыры. Даже страусы у нас теперь свои. Возможности развития птицеводства и животноводства демонстрируют тульские фермеры. Им обещают рынки сбыта. Скоро в областном центре заработает ярмарка, где фермеры смогут продавать, а дулики покупать сделанные на тульской земле продукты напрямую от производителя. И слава богу, сбывается наша мечта. С 15 июля на Ряжском вокзале открывается наша региональная ярмарка тульские крестьянские продукты. И мы надеемся, что она поможет нашим фермерам легче решать вопросы по реализации своей замечательной, качественной продукции. Провели праздник с пользой. Так говорят о дне поля тульские аграрии. Короткий отдых перед очередными трудовыми буднями. Уже завтра снова за дело. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский.